Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Матч недели. Рязанские баскетболисты сыграли со сборной России. Кио Кусинкай – это красиво, полезно и по-настоящему мужественно. ПВ-искусство – это специальные комплексы техник и приемов для самозащиты. Владение каким-либо единоборством считается лучшим способом выйти победителем в схватке с оппонентом. Самый основной побудительный мотив для тех, кто решил поступить в школу или секцию единоборств – то, что мужчина обязан уметь драться, защитить себя, свою девушку, родственников, близких. Кио Кусинкай – достаточно молодой стиль карате. Появился он в середине 20 века. Стиль Кио Кусинкай основал в 50-х годах мастер карате Масутатсу Аяма. В начале 50-х Аяма провел несколько показательных битв с бойцами из других стилей единоборств. И во всех он безоговорочно победил. Кульминацией всего этого победоносного шествия стали демонстрационные бои с быками Тибан и Татаяма, после которых мастер и получил широкую известность. На данный момент карате Кио Кусинкай, пожалуй, один из самых знаменитых стилей карате. И дело не только в быках, которых убил или не убил Масутатсу Аяма и его крепких кулаках. Аяме удалось создать организацию, в которую собрались все каратеки, которые хотели драться, но им этого не давали делать в их школах на полную катушку. Все-таки согласитесь, одно дело держать и защищаться от обозначенного удара или легкого, чем от нанесенного с максимальной мощью и желанием посадить тебя на пятую точку. А в карате Кио Кусинкай стремление к Экэн-хисацию, дословно одним ударом на повал, было с самого его зарождения и не пропадает по сей день. Лейблом, скажем так, если так можно выразиться, данного направления является полноконтактная работа руками в корпус, ногами по всему телу. Единственное ограничение – это отсутствие ударов в голову у детей и, скажем так, в спортивном кикушине. Но сейчас развивается еще и контактная версия с Энкен-сёбу, где разрешены в том числе удары руками в голову. Конечно, правила для современных зрителей, избалованных ММА и Муай-тай, не очень чтобы свободные. Однако позволяют спортсменам показать очень и очень многое. Конечно же, на соревнованиях нельзя бить в пах, позвоночник, затылок, но реально бывает по-всякому. Казалось бы, жестокий и, соответственно, чрезвычайно травмоопасный вид спорта. Тем не менее, профессионалы утверждают, что это не совсем так. Чем жестче правила проведения соревнований, тем человек готовится, и, прежде всего, дети с детских лет уже готовятся, к тому, что они выходят на татами, зная, что удары будут вноситься в полную силу. Соответственно, они готовятся не только морально, но и физически к этому. Вследствие этого травм на турнирах, слава богу, практически не встречается. Какие плюсы имеет каратэ кёпко-синкай? Их немало. Занимаясь, получаешь серьезный мышечный корсет, так как в обмене ударами 40-50% ударов приходится принимать на тело, и поэтому тело тщательно прокачивается и набивается. Кулаки становятся действительно серьезным оружием, а просто невероятная комбинаторика рук и ног впечатляет. Конечно, заниматься спортом или нет, и если да, то каким именно личное дело каждого. Пообщавшись со спортсменами, которые когда-то сделали свой выбор в пользу Кио Кусинка, и сомнений в том, что считают его абсолютно правильным, не остается. Артем занимается 9 лет. Двухкратный чемпион России, серебряный призер первенства мира, недавно стал чемпионом ЦФО. Спорт тебе этот помогает в жизни? Да, помогает. Чем? Все боятся? Боятся. Ну, более целеустремленным становишься. В школе там тоже помогает. И скажи еще мне, пожалуйста, вот как считаешь, какие качества нужны человеку, тебе, например, лично, чтобы побеждать? Это, ну, трудолюбие, упорство, целеустремленность. И верю в себя. Ну и, конечно, спорт – это жизнь. Спорт – это то, что всегда пригодится в жизни. А для настоящих спортсменов спорт – это сама жизнь и есть. Сергей – спортсмен с 10-летним стажем, в копилке наград, первенство в России, чемпионат ЦФО. В победах на областных соревнованиях сбился со счета. В детстве хотел бы как бы научиться премьерам самообороны и защищать себя. А вот так сложилось то, что уже теперь это моя жизнь, и я уже как бы не смогу закончить. Ты учишься в РГУ, да? Да. Второй курс. Какие у тебя планы на будущее, и как вот считаешь, спорт, он с тобой на всю жизнь вообще? Естественно, завязать я уже не смогу, и мое будущее – это вот уже тренировать детей начинать. Поэтому я и пошел в РГУ на спортфак. Ну, а дальше я планирую все равно выступать на соревнованиях, как бы, пока что это позволяет. Кью Кусенка считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате. А результат – крепкий парнем с хорошей двигательной базой и правильными взглядами на жизнь. Кстати, даже если парням по 9 лет, а пояс по карате у них пока синий, они уже настоящие мужчины. Давно, ребята, занимаетесь? Мы – три года. А почему решили заниматься вот этими? Ну, чтобы защищать себя, не бояться и сильными, и стать, да. Чтобы защититься или других защищать. Так, чтобы… Цель – самообороны. Да. Вам нравится? Да. Потому что тут много друзей, как бы, тренер у нас внизу такой, вот. И, как бы, чтобы не просто сидеть в компьютерах и играть, а просто ходить. Ходить, тренироваться. Да. Время не терять, да. Да. А как считаете, в будущем вам это все пригодится? Вообще, кем хотите стать, когда вырастите? Ну, не знаю, я бизнесменом. Я тоже. А, может, бизнесменом. Тем не менее, не сильными бизнесменами. Ну, да. Ну, да. Так, вот, чтобы какие-нибудь подойдут и… Да, нокаутировать. Да. Потому что там всякие плохие. Ну, да. Зато денег много. Вот. Здорово. И еще мне скажите, пожалуйста, как вы считаете, вы в соревнованиях уже каких-нибудь участвовали? Да. А вот что нужно, чтобы побеждать? Ну, дух и как бы не бояться. Занимайтесь все спортом. В наше время вряд ли можно найти человека, который бы ничего не знал о практике йоги и ее пользы для здоровья. А вот такое направление, как акро-йога или акробатическая йога, еще не успело стать популярной. Этот новый вид физических упражнений активно развивает молодой спортсмен Кристиан Лебедев. Он, кстати, еще и действующий чемпион мира по спорту на пилоне. Рязанским пилонщицам посчастливилось встретиться с мировой знаменитостью и узнать, что нужно, чтобы покорить вертикальный спортивный снаряд. Знаменитости мирового масштаба регулярно посещают наш город. На этот раз в Рязань заехал не кто иной, как чемпион мира по модному и весьма популярному сегодня направлению – спорту на пилоне. Имя Кристиана Лебедева хорошо знают те, кто хоть раз сталкивался с акробатикой, даже если любительским. Но о том, чтобы поучиться у именитого спортсмена и перенять несколько так называемых фишек, об этом рязанские любительницы и любители полуспорта могли только мечтать. До минувшей субботы, когда Кристиан в своем плотном графике нашел время, чтобы заехать к нам в город. Кристиан в своем плотном графике Встречу с рязанскими спортсменами Кристиан начал с беседы. Надо сказать, полчаса общения уже задали боевой настрой и подняли настроение всем, кто пришел. Советы получили новички. Что делать, подсказал Кристиан и тем, кто столкнулся со спортивной депрессией. Ваш приезд действительно для меня в качестве мотивации посмотреть вообще, что это такое, чего можно достичь в этом спорте вообще. И, возможно, какие-то советы для новичков. Самое важное, что вы считаете, чтобы вы посоветовали начинающим. Кому это интересно, но у кого настолько много ошибок, не хватает сил, вот эти связки, боже мой, синяки. Где просил. Где ходи, как себя, да. На самом деле, самое главное – это цель. Это самое главное. Все, что ты делаешь, все, что я делаю вообще и все, что вы должны делать, да, это цель. Самое главное, мотивирующее – каждый раз приходить и каждый раз – это цель. Все. Однозначно. Просто так заниматься никто не занимается. У каждого человека есть своя цель. И какую цель ты поставишь – либо этот пресс, либо это еще. Либо ты хочешь через два года уехать там, да, куда-то и выступать, я не знаю, там, на Мистер Олимпию, да, там, показать тоже это, ну, и так далее, и так далее. Много целей, да, самое главное – это цель. Все. И заниматься. Заниматься каждый день, ночью, днем. Не важно, когда. Вот сколько ты думаешь, вот у тебя остался год, да, до этой цели. И за этот год ты должна, когда цели ПВП достигнуть. Все. И не важно как, не важно какими путями. Днем, ночью. Я занимался днем и ночью. Когда чемпионат мира был, я занимался ночью. Способности спортсмена оценил даже Арнольд Шварценеггер. Кристиан принял участие в Арнольд Классик и собирается участвовать снова. Сейчас акробатику на пилоне официально признают видом спорта. Однако осталось некое стереотипное мышление. Наблюдая за тем, что делает Кристиана его подопечные, думается, что в скором времени сомнений не будет. Акробатика на пилоне – настоящий спор. На этой неделе в Рязань приехал тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Евгением Пашутиным. Здесь он провел мастер-классы для молодежной команды баскетбольного клуба «Рязань». А вечером уже взрослые рязанские баскетболисты провели матч с экспериментальной сборной страны, которые в нынешнем сезоне впервые принимают участие в чемпионате наравне с клубными командами. Мероприятие, анонсированное как мастер-класс Евгения Пашутина, в итоге обошлось без главного героя. Такая баскетбольная жизнь, все меняется буквально за считанные минуты. Впрочем, если у собравшихся и было какое-то разочарование, то оно быстро улетучилось. Все же, не каждый день тонкости любимой игры для вас раскрывают заслуженный тренер России Георгий Артемьев, заслуженный мастер спорта Алексей Савросенко, мастер спорта международного класса Владимир Дичок. Этот проект стартовал, как только мы узнали, что в чемпионате Суперлиги будет участвовать резервная сборная России, составленная из молодых ребят, то есть перспективных. Эту сборную возглавил Евгений Юрьевич Пашутин. Когда только возникла такая идея и сборную утвердили, у нас сразу возник проект проведения мастер-классов. Ну, это не семинары, это скорее мастер-классы по тем городам, где будет выступать резервная сборная России. Георгий Артемьев показал игрокам команды баскетбольного клуба «Рязань» детско-юношеской баскетбольной лиги, элементы разминки и физической подготовки. Также все они были впечатлены возможностью лично получить передачу от Владимира Дичока или попробовать обыграть под счетом Алексея Савросенко. Словом, получили массу удовольствия, о нашей съемочной группе рассказали о планах на будущее и в один голос уверили, что с ними баскетбол точно на всю жизнь. В дальнейшем видишь себя баскетболистом? Да, возможно. А как ты считаешь, что нужно делать для того, чтобы достичь успеха в этом виде спорта? Тренироваться, первым делом тренироваться, слушать задачи тренера, выполнять все установки. В дальнейшем я хочу играть выше уже и добиться очень больших успехов. Баскетбол сейчас является одним из самых популярных в мире видов спорта. Правда, ни в одной стране, кроме США, баскетбол не стал видом спорта номер один. Но почти во всех странах он в числе первых. В России по массовости баскетбол уступает разве что футболу и хоккею. Вот если перед вами поставить идей, допустим, да, вот что бы вы им сказали? Занимать себя баскетболом, потому что, да, вот почему? Ну, потому что я считаю, что вообще баскетбол это самая динамичная и самая интеллектуальная игра с мячом. Потому что это не только обучение игры баскетбола, это здоровье, это координация движений, это, во-первых, работа в коллективе, в команде, да, то есть это тоже немаловажно. Ну, и это удовольствие и радость для детей, потому что это все-таки, ну, это спорт, это какие-то состязания, это радость побед, пусть даже горечь поражений, но это опыт жизненный определенный. В общем, баскетбол рулит, и спасибо древним племенам Майя за то, что он у нас вообще есть. А если вы случайно окажетесь в Мексике, то обязательно посетите соревнование под названием Улама. Это практически идеальная копия древней ритуальной игры, получившей название Пок-Та-Пок. Сама игра заключается в следующем. Игроки делятся на две команды, целью которых является забрасывание тяжелого мяча, изготовленного из каучука. Вес такого мяча коляблется от двух до четырех килограммов. И он был целый, то есть внутри отсутствовала полость. Каменное кольцо, прикрепленное к стене. Причем диаметр отверстия, в которое нужно было попасть мячом, был практически таким же, как и мяч. А вот если добавить, что правило разрешали бить по мячу только бедрами, локтями, плечами или спиной, то игра становилась невероятно сложной. Ну и напоследок обычно проигравшую команду приносили в жертву богам. Хотя им случалось и наоборот. Если победители играли слишком хорошо, то их отправляли соревноваться с богами. Вот такая игра стала первым аналогом баскетбола. Словом, о времена онрабы. Ну а наша баскетбольная команда в матче с экспериментальной сборной России, состоявшимся в тот же день, показала мастерство, упорство. Однако уступила, впрочем, не сильно. 72-75. Да здравствует сборная России! И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok